Я хотел бы поговорить сегодня о том, что имеют непосредственное отношение к нам, людям, живущим в настоящее время. Вы знаете, мы пели сегодня один из гимнов реформации, и мы пели о том, как Мартин Лютер полз по ступеням в святой лестнице, Ла Санта Скала. Вы все знаете, что это за лестница? Это лестничный пролет в Риме. И когда вы на коленях ползете по ней вверх, то вам встречаются такие в оба или на ступенях. И многие думают, что это следы от капель крови Христа. Спрашиваются, что эта лестница делает в Риме, если она должна быть там, где Христос был приговорен Понтием Пилатом. Ответ прост. Эта лестница когда-то на самом деле была на Иерусалиме. Но поскольку папству оно было нужно в Риме, то однажды ночью ангелы чудесным образом перенесли ее и поставили там, где она сейчас находится, то есть в Риме, вместе с кровью Христа, упавшей на нее. И потом построили храм вокруг нее. И когда я стою там и смотрю на то, как люди ползут по ней вверх, мое сердце разрывается, я просто не могу поверить, что это все происходит в наше время. Юноши и старики, коллеги и здоровые, ползут вверх по лестнице. И когда они проползают те выбоины, они их целуют. И, выползая на самый верх, они получают 90 дней отпущения грехов наперед, только за то, что они проползли. И Мартин Лютер также полз по ней. И когда он был на полпути, он услышал голос, говорящий ему, «Праведный верой ужив будет». И он поднялся на ноги. И с этого момента началась реформация. Точное, я хочу говорить, называется верой. И что-то в ней сегодня утеряно. У нас нет веры. Знаете, Библия говорит, что без веры Как там написано? Невозможно угодить Богу. Без веры невозможно угодить Богу. Так написано. В Римлянах, 4, 14 главе говорится, «Все, что не по вере, грех». Вау! Я думаю, это очень важно знать, что такое вера. Не так ли? И если мы хотим знать, что есть вера, то нам нужно обратиться к Библии. И мы читаем об этом в посланиях к евреям в 11 главе. Вам вообще нравится Библия? Вы знаете, что мы живем в такое время, когда люди хотят видеть все вот эти электронные приборы. Вы заметили это? Каждому нужно электронное оборудование. Но знаете ли, что нам на самом деле нужно? Вот эта вот книга. И даже если у вас ее каким-то образом отнимут, то тогда нам нужно держать ее в уме. Так что, если позволите, пришло время перевернуть страницу и начать снова пользоваться этой книгой. Если мы обратимся к 11 главе, то мы найдем там определение веры. И сегодня мы проделаем очень простую вещь. Очень простую. Я говорил об этом уже много раз. Но это сама основа, самая суть. Это граница разделения истины и лжи. Это то, что отличает веру от предрассудков. Первый текст говорит, нам нужно знать его наизусть, вера – это осуществление ожидаемого и уверенности невидимого. Буквально с английского. Реальность, основание для надежды, доказательство того, чего не видно. Я говорю об этом с некоторым внутренним протестом. Как может быть реальным что-то, чего вы не видите? Казалось бы, то, что вы не можете увидеть, ведь не имеет никакой реальности. Вы не можете коснуться этого, вы не можете почувствовать, поддержать. Вы не можете ничего сделать с тем, чего вы не видите. Но Писание определяет это невидимое, как нечто такое, что на самом деле реально. Такое, что на самом деле есть. Есть. И это вера. Вера является основанием, реальностью того, чего мы не видим. И это также и доказательство тех невидимых вещей. И это очень важно. Это очень просто, но и очень важно. Вера есть доказательство вещей невидимых. Мы говорили об этом на прошлой неделе, и я говорил тогда, может ли когда-нибудь какой-нибудь суд принять как доказательство то, что невозможно увидеть? Как вы скажете? Нет, конечно. Нельзя представить себе проходящих свидетелей, которые заявляют, «Судья, вот то, чего мы не видели!» Он наверняка ответит, «Вы что, ненормальные?» А ну-ка очистите помещение. Но это то, что Библия говорит. Сказано, вера – это сущность, реальность, к которой нельзя прикоснуться, но которая, тем не менее, есть. И это также и доказательство того, чему нельзя увидеть. Это доказательство. И дальше в тексте следует список всех тех великих столпов или оснований веры. И мы читаем о сути этих оснований. Только я прошу вас, помните о том, что без веры угодить Богу невозможно. Где мы это читаем? Прямо в 6 стихе. «А без веры угодить Богу невозможно. Поэтому тот, кто приходит к Богу, должен верить, что Бог есть, и вознаграждает тех, кто старательно ищет Его». Просто примите это так, как это написано. Вы должны верить в Его существование и должны верить, что Он воздает ищущим Его. Не пели ли мы только что гимн о людях, идущих на смерть? Или? Ну вот, скажем, «Есть Я, и Я готов принять смерть, сгореть заживо». И также есть воздаятель для старательно ищущих Бога. Сможете ли вы соединить в себе эти два утверждения? Верою мы должны смотреть за пределы реальности для того, чтобы приобрести само содержимое веры. А сейчас давайте мы взглянем на великие примеры веры в Библии. Это очень вдохновляющие примеры. Здесь во втором стихе говорится, «Через нее веру древние получили свидетельство одобрения». Давайте мы взглянем на эти свидетельства. Через веру мы познаем, что миры сформированы Словом Божьим, так что видимые вещи были сотворены из вещей невидимых. Прочитаем еще раз. «Благодаря вере мы понимаем, что миры были сформированы Словом Божьим, так что все видимое сделано не из видимых вещей». Это самый первый пример того, что же означает иметь веру. Еще раз напомню вам, что без веры угодить Богу невозможно и что все, что не по вере, есть грех. На сегодняшний день миллионы людей восседают в церквях и считают себя христианами. Но верят ли они на самом деле в признак номер один, то есть в то, что означает иметь веру, да или нет? Ну а как насчет церквей? Принимают ли они первое основание веры или они его отвергают? Что синодальное решение гласит насчет сотворения? Было сотворение или была эволюция? Рима-католики рима-католики открыто выступили в поддержку эволюции. Реформаторские церкви также открыто решениями синодов пришли к заключению, что мы возникли благодаря эволюции. Итак, самое первое определение Библии относительно веры исчезло. Вау! Читаем далее. Через веру Амин принес Богу жертву лучшую, чем Каин. И через нее он получил свидетельство, что он праведник, как засвидетельствовал Бог о его дарах. И даже умерший он до сих пор говорит через нее. Жертва Амин была жертвой Сына Бога. Сегодня Иисус это двинут и поставлен на один уровень с любым другим божеством в кавычках на земле, начиная от Зараастри, индуистских божеств, всяких гуру и так далее со всего мира. Действительно, заявляют, что верить в жертву Христа уже не главное, но теперь и теперь главное потеря веры в мире вообще. То есть мы должны просто верить во что-нибудь. Но верить во что? Да во что угодно, но только не в Библию. Поэтому Иисус не изведен до уровня какого-то космического Христа, который мирно уживается со всеми божествами. И агнец Божий, что взял на себя грехи всего мира, приравнен к трупам, которые все еще лежат в своих могилах, хотя гроб Христа сегодня пуст. Итак, второе определение веры благодаря всеобщему решению и распространенному убеждению сегодня также не является актуальным. Далее пятый стих говорит «Благодаря вере Енах был забран так, что не увидел смерти и не стало его, так как Бог забрал его, потому что до этого он получил свидетельство, что угодил Богу. Итак, он был тем, кто не видел смерти, но был восхищен. Но кто сегодня в это верит? Кто сегодня верит в буквальное восхищение праведников в конце времен? И в то, что те, кто умер, буквально будут воскрешены? Кто-нибудь верит в это? И если вы посмотрите на мировое христианство в целом, они в это верят или нет? Нет, не верят. Они подменили это спиритизмом. Это больше не факт, не основание. Итак, у нас реальная проблема. Три столпа веры, в которые мир больше не верит. Но есть ли у них вера? Нет, веры у них нет. У них есть только вид благочестия, но они отвергли его силу. Без наличия веры невозможно верить Богу. Иисус сказал, он придет еще раз, и тогда мертвые воскреснут. Но Еноха среди мертвых не будет. Почему? Потому что он уже там со Христом. Кого еще не будет среди воскрешенных? Моисея, потому что он воскрес особым образом, мы читаем это в книге Иуды. И поэтому Моисей и Илья, которые пережил тот же опыт, что и Енох, могли пребывать на горе преображения со Христом. Кто сегодня в это верит? В этой серии лекций я покажу, что теологи мира больше не верят этому. Ни один из них практически. И если появляется в каком-то месте кто-нибудь, кто свидетельствует о своей вере в это, то его высмеивают беспощадно. Видите, без веры невозможно угодить Богу. И чем дальше мы просматриваем эту главу, тем больше проблем мы в ней видим. Верою, стих 7, ль, бывший предупрежден Богом о вещах еще невидимых, начал со страхом Божьим готовить ковчег для спасения семьи. Ею он осудил весь мир и сделался наследником праведности через веру. Но он поверил Богу. Бог сказал, что будет потоп, и этот потоп уничтожит весь мир. Построй судно, зайди туда, и я закрою тебя судни. Животные придут и зайдут в ковчег. Пойдут парами, семь парней чистых и одна пара чистых животных, и я сохраню их для потомков. Кто сегодня верит этому? Какая церковь официально поддерживает эту теологию? Помогите, подскажите мне, если вы знаете. Итак, по вере, мир был сотворен Словом Божиим, не через эволюцию. По вере, есть только один путь для спасения, и усилия не могут спасти вас. Если вы не имеете Сына, у вас нет жизни. Если у вас нет Сына Божьего, нет и вечной жизни. Будет восхищение и будет воскрешение мертвых. И нет таких вещей, как потусторонние духи. Между прочим, это сатанинское учение, но мы сейчас не будем об этом говорить. И затем начался всемирный потоп. Это просто кошмар. Церкви сегодня забиты людьми, которые имеют вид благочестия, но не верят в основание веры. ни в одной из них. И однако же у них есть религиозные опыты, и чем меньше они верят в библейские определения, тем более впечатляющий их религиозный опыт. Что-то тут не вяжется, что-то тут не так. Читаем дальше. Верою Авраам повиновался, когда был призван идти в страну, которую должен был получить наследие, и пошел. И мне нравится концовка этого стиха, не зная, куда он идет. Это как если бы подъехала машина для перевозки. Вышел парень и говорит, загружайте мебель. Водитель спрашивает, куда едем, сэр? Не знаю. Это просто невероятно. Ты должен ехать и даже не знаешь, в какую сторону. Но такой путь христианина. Вы готовы идти не знаю куда? Однажды вы собирались, вышли и пришли, и оказались в пустыне. И затем вы стоите в пустыне и спрашиваете, что же это все значит, Боже? и даже и супруга Авраама начинает разговор словами, что ты со мной вот это вот сделал? Как прекрасно нам жилось в муре. Ах, какое это чудесное место, телевидение, театры, образование. Наши дети могли бы учиться в лучших школах. Ты вообще, что ты себе думаешь? мы все должны выйти, поверив. Кто-то вообще поступает так сегодня, оставив позади отца, мать, оставив все то, что вы считаете фундаментом для нормальной жизни, и отделить себя от всего этого во имя того, что является реализацией надежды и доказательством невидимым. Если вы не имеете веры, вы никогда не выйдете из мира. Притяжение мира сегодня неизмеримо больше, чем вера. Люди хотят верить, они хотят быть принятыми Богом, но они отвергают условия веры. Они не исполняют ни одного из требований веры. Читаем далее текст. Верую он жил в обетованной земле, как в чужой, живя в шатрах с Исааком и Яковом, сонаследниками того же обетования. Так они жили. Он разменял свой дом на палатку. И я говорю серьезно, представьте, моя бедная жена вынуждена была жить в палатке три месяца. Три месяца. И затем кто-то пришел и сказал, ты мне очень нравишься. И мне пришлось сниматься с места. И я жил в палатке снова три месяца. Первый раз это была буквальная палатка, но потом это уже был караван-сарай. Сейчас у жены уже был дом, но она не могла в нем жить, потому что интересного. И далее в тексте говорится, почему так случилось. Потому что Авраам ожидал города, чьи основания заложил и построил сам Бог. Давайте задумаемся над этим. Вот есть Авраам, отец всех верующих. Он покинул свои насиженные места и пошел туда, не зная куда. Все, что он знал, было то, что тот, кому он верил, позвал его. И это все, что им двигало. И вместо того, чтобы прийти куда-то в хоромы, он приходит в пустыню. И он счастлив этому, потому что он ожидал города, создатель и строитель которого Бог. Сейчас, если мы посмотрим на современную обобщенную теологию мира, то кто верит этому? Помогите, подскажите мне, что никто не верит в это? Во что же они тогда верят? они верят, что это они должны быть создателями и строителями для того, чтобы возродить нации. И они собираются построить храм, и они собираются построить город, чьим архитектором и строителем является человек. Они собираются помочь Богу выполнить его обещания, потому что только так мы можем увидеть его исполнение, не так ли? Потому что мы хотим потрогать, мы хотим почувствовать, мы хотим иметь опыты с этим. Наша вера должна стать для нас реальной вещью. Я могу сидеть на ней, трогать ее, могу чувствовать. Вот то, что мне нужно. Мне не нужны доказательства невидимого. Мне нужно доказательство того, что я могу видеть. Я хочу видеть это через рассматривание. Я не хочу верить, что это когда-то случится. Я хочу это сейчас. Я хочу чувствовать свою связь с Богом. Ну вспомните, что мы сегодня слушали утром, что Мартин Лютер говорил. Вера не в ощущениях. Не в ощущениях, потому что если бы она была в ощущениях, то это была бы уже не вера. Вера это что-то такое, что ты не можешь видеть, не можешь потрогать. Но через веру это что-то настолько же реальное, как и то, что ты в состоянии потрогать. Вы видите это тонкое различие? Итак, мы имеем сегодня миллионы людей, сидящих в церквях и переживающих опыты с Богом. Они говорят, я хочу знать Бог, что ты есть. и что я имею личную связь с тобой. Покажи мне это, чтобы я знал, что ты есть. Дай мне это почувствовать, я хочу этого. И тут начинается говорение языками, спасибо Боже, падение на знижь, святой смех, золотая пыль, падающая на голову, да что угодно. я хочу физически увидеть тебя, Господь, покажись мне, сделайся видимым, ощутимым, прикасаемым. Такой вопрос. Имеют ли люди все эти переживания? Да или нет? Конечно, да. Это то, во что превратилась религия сегодня. Это современная религия, это то, во что весь мир верит. Но, к сожалению, это не вера. Вера трансформировалась в реальность. И, следовательно, это больше не вера по определению. И если это все не поверят, то тогда невозможно угодить ему. И даже больше того, это все грех. Если вы не верите в основание веры, то тогда вы не имеете веры вообще. Сегодня наша молодежь боится выделяться. Это не комфортно быть другим. это для них неуютно выделяться. Мы сели и говорим, вы знаете, мы хотим быть как все остальные. И под влиянием остальных внедряется эта религия опытов. и мы боимся сказать, кто мы или во что мы верим. Почему? Потому что нас засмеют. Нас засмеют. Лично я был высмеен за то, что поверил в первое основание веры. И на перестали воспринимать в университете. Коллеги насмехались надо мной, потому что я был настолько туп, что поверил в первое основание, поверил в сотворение. Принял на веру всемирный потоп. Были ли среди них члены церкви? Да. Некоторые из них были пасторами в церкви, и они были одновременно и учеными. Некоторые были пресвитерами. И я спросил одного пресвитера церкви, геолога, как вы понимаете слова Христа, и когда пришел потоп и накрыл, что там дальше говорится? Все. Он ответил, Иисус ошибался. по правде сказать, он пошел еще дальше. Он продолжил, Иисус солгал, и этот человек пресвитер в церкви. Поверь, поверь, мы должны принять и держаться обетований. Мы должны верить, что Бог есть, и что этот мир никогда не будет совершенным. мы должны выйти из ура, который является утопией, и пойти прямиком в пустыню, не зная, куда мы идем. И обстоятельства будут нагромождаться одно на другое вокруг нас, и мы будем смотреть на них, на тех, кто притесняет нас и говорит, ты выкопал замечательный колодец, и я забираю его, спасибо тебе. И он этим сделает нашу жизнь невыносимой до тех пор, пока мы не перейдем к другому колодцу, и потом к следующему, и так далее, пока Бог, возможно, не пошлет нам мир. Мы не видим этого. Мы надеемся на это. Далее мы читаем. Верою Авраам повиновался, когда был призван выйти в страну, которую должен был получить наследие, и пошел, не зная куда он идет. И верою жил он в земле обетованной так, как в чужой, и жил в сатрах с Исааком и Яковом, с наследниками этого же обетования. Он не получил ничего? Кто хочет сегодня иметь религию получения ничего, кроме обетованного? Невероятно, неправда ли? Потому что он ожидал города, у которого основание заложено и построено Богом. Он ожидал пришествия, второго пришествия. Достаточно неудобно иметь такую простую веру, не так ли? Она выделяется и не принимается. вера. особенно нравится следующий текст, он очень вдохновляющий. «Верая и сама Сара, будучи неплодной, получила силу для принятия семени и, будучи не в возрасте, родила, потому что знала, что обещавший верен своему слову». Какую верою она поверила ему? Она была столбом веры, не правда ли? Что же она сделала? Ее разобрал смех, когда она услышала, «Ты родишь сына». она смеялась, но когда она получила упрек, она перестала смеяться. Перестала. И я заключаю из текста, что она имела веру совсем маленькую, как горчичное зерно. Но однажды вера выросла, и наконец дитя обетования появилось. И она, наверное, была благодарна за то, что с ней произошло. Но в этом показана ни сила, ни мощь, ни величие нашей веры. Все, что нам надо, это иметь совсем немного веры. Но потом, если мы имеем это немного, мы должны молиться, как ученики молились и говорили, «Боже, умножь мою веру». Мы начинаем так же, как и Сара, с маленькой веры. И это тяжело, так как мы вынуждены поступать по нашей вере. Но если мы ожидаем, что Бог изольет на нас какие-то чудесные явления, чтобы мы имели такой духовный опыт, как прикосновение, чувствование, делание реальностью то, что должно быть верой, то тогда мы на самом деле грешим. Мы на самом деле грешим. Читаем далее. «И притом от одного и к тому же омертвелого родилось так много, как много звезд на небе, и как неисчислим песок на морском берегу». Никто не принимает этого сегодня. Никто ничего из написанного здесь не принимает сегодня. Они скорее пойдут на искусственное оплодотворение. Я не хочу сказать, что искусственное оплодотворение это плохо. Я только хочу показать, что такое вера применительно к конкретным обстоятельствам. Все они умерли в вере, не получив обетований. Вероятно, это один из самых страшных стихов Библии. Они все умерли в вере, не получив обетования, но только видели их издали и убеждались ими, и принимали их, и свидетельствовали, что они чужие и странники на этой земле. Наверное, это самая трудовоспринимаемая, самая печальная вера в мире, если сравнить с тем, как понимают веру сегодня на этой земле. И я хочу бросить вам вызов. Я предлагаю выйти из их среды, принять Бога только через Его Слово, невзирая на то, пойдете ли вы в пустыню, потеряете ли вы дом или семью, приобретете ли вы или потеряете, принять Бога только через Его Слово, потому что все Его обетования есть да и аминь. И Бог обещает позаботиться обо всех ваших нуждах. Возможно ли, что вы будете обеспеченным и будете вести спокойную жизнь, оставаясь христианином? Возможно? Вполне. Иов был вполне обеспечен, и затем Бог допустил, чтобы... Как много он потерял? Все. И когда Бог восстановил Иова, сколько он получил обратно? Многократно больше. Дает ли это нам право проповедовать сегодня Евангелие о благополучии? Да или нет? Никак. Потому что Иов не надеялся на свое состояние, и в этом вся суть. Бог дал, Бог и взял. Благословен Господь. Если у нас такой подзгляд на вещи, если мы поняли этот урок, то, конечно же, вполне возможно, что Бог даст нам больше, чем нам нужно. Но если это все исчезнет, наша вера не должна упасть. Она должна остаться такой же, или даже нет, она должна стать крепче по прошествии, чем она была до того. А иначе это не вера. И так я не проповедую Евангелие личного благосостояния и процветания. Вовсе нет. Но я проповедую Евангелие веры. Не важно, что происходит, не важно, при каких обстоятельствах, Бог не меняется. Меняются только обстоятельства. И что бы ни произошло, нам нужно прилепиться к столпу веры. И мы должны перестать стыдиться того, во что мы верим. мы верим в Слово Божье. Человек не будет жить одним только хлебом, но всяким Словом, исходящим из уст Божьих. Наша вера не в чувствованиях, наша вера в истине. Я хочу процитировать сейчас кое-что. это свидетельство для церкви том пятый. Сейчас не время стыдиться своей веры. Мы уважаем ангелов, Слово и людей. Вся вселенная наблюдает с неописуемым интересом, чтобы увидеть заключительную работу великого противостояния Христа и сатаны. в то время, когда вот-вот начнутся суды Божьи над живущими, должны ли мы позволить неосвященным чувствам овладевать нашими сердцами? Может ли что-либо иметь хоть какую-то ценность, кроме как быть названными верными и истинными для Бога Небес? Имеет ли хоть что-то реальную ценность тогда, когда мы находимся на самой границе с Вечностью? Что из знаний можем мы преподать детям в наших школах, что было бы равноценно знанию того, о чем говорят Писания? Мы живем самое интересное время в истории человечества. И это не только возможно, но и даже очень вероятно, что нам придется отказаться от всего. Наши дома уже не наши дома. Наша безопасность уже не есть наша безопасность. Наши работы уже не являются тем, что нас поддержит. Мартин Лютер сказал, «Если бы я знал, что он придет завтра, я бы посадил дерево сегодня». Это звучит как совет для нас. Живите как жили, делайте, что делайте, не делайте никаких глупостей, бросьте и забудьте обо всем этом, поскольку сейчас все уже идет к концу и начинайте становиться странной группой людей для всего мира. Мы находимся еще в этом мире, но мы не от мира. И это то, что я вам предлагаю сейчас. Делать только то, что правда, и предоставить Богу заботиться о последствиях. И если обстоятельства заставят вас выбирать между тем, что мир считает правильным и что Бог считает правильным, самым лучшим будет оставаться на стороне Бога. Затем случится то, что и должно быть. И вот тут нам понадобится настоящая вера. В то время наша вера будет испытана в огне скорбей для того, чтобы увидеть, имеет ли она основание. не то основание, которое поддерживает мою веру доктринально, но то основание, которое покажет, что моя вера действительно реальна, могущая выставить даже и в огне скорбей. И помоги нам Бог, если мы наблюдаем за всем этим. во втором послании к Коринфянам 10 глава 15 стих говорится «С возрастанием веры вашей». Итак, Бог позволяет этой маленькой вере появиться, и я уверен, что всякий, ходящий с Богом, имеет скорби. Потому что если мы во Христе, то вау, в мире будете иметь скорби. Так в Библии написано. Вы будете иметь скорбь. Итак, вот мое утешение для вас сегодня. Если вы не имеете проблем, то тогда у вас действительно проблема. Как я это использую? Неверие говорит, мы никогда не сможем преодолеть все эти преграды. Давайте подождем, пока они не будут убраны с наших путей. Но вера переступает через обстоятельства и идет вперед, не взирая ни на что. Вера может двигать горы. Написано, наибачи всего возьмите щит веры, которым можете угасить сколько стрел? Все стрелы лукавого. Нам нужно взять щит веры. и поймите, что то, что в мире, это не вера. Вера это основание. И нам нужно иметь основание для вещей, на которые мы надеемся, а не тех, которые мы можем ощутить прямо сейчас. Мы будем видеть чудеса, но чудеса другого рода. Чудеса, которые мир, возможно, и не хотел бы видеть, или те, которые не хотелось бы понимать. «Стой твердо и непоколебимо в вере», говорится в Колоссяна, «и не отпадайте от надежды благовествования». В первом послании к Тимофею в 5 главе 8 стихе говорится, что мы не можем, мы не смеем отвергнуть веру, невзирая ни на какое давление, а давление будет. И вам скажут, «Вы что, ненормальные? Почему вы не хотите работать вместе со всеми? Мы строим Царство Божье на земле». Нет, я не ожидаю Царства Божьего на земле. Я жду небесный город, чей основатель и строитель Бог. Я не хочу другого города. Города на этой планете имеют очень плохие канализации. Я хочу новый город, совершенно новый. Первое Тимофею 1 глава 19 стих говорит, «Держите веру». Второе послание Тимофея 4 глава 7 стих Павел говорит, «Держите веру, не позволяйте ей исчезнуть». Для нас сейчас иметь веру намного нужнее, чем когда бы то ни было раньше. Мы находимся во времени просеивания. Мы на последней финишной прямой. В втором послании 5 главе 4 стихе Иоанн говорит, «Всякий рожденный от Бога побеждает мир». Или может стоять частью мира? «И сия есть победа, победившая мир». Вера ваша. Истинная вера. Истинная молитва. Как они сильны. Мы молимся, 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 и мы не видим, чтобы что-то менялось. Но Бог знает, и когда мы молимся, мы принимаем, что Бог слышит нашу молитву и отвечает на нее так, как посчитает нужным и в свое время. Нам нужно упражняться в вере каждый день, потому что если мы не имеем веры, мы не можем угодить Богу, а без этого мы будем потеряны, потому что ветры перемен уже дуют. И ситуация становится все хуже и хуже. И единственное, что может удержать улыбку на вашем лице, это вера. Благослови вас, Господь, наблюдать за своей верой. Дорогой Небесный Отец, как Твои ученики, мы хотим молить Тебя, чтобы Ты умножил нашу веру. И Господи, помоги нам осознать, что вера, которую Ты посылаешь, есть основание для невидимых вещей, которые Ты обещал, и которых ни один из Твоих столпов веры еще не получил. Они все еще ждут в прахе земном, когда настанет этот великий день, когда небеса свернутся как свиток, и когда Сын праведности с исцелением на своих крыльях явится в славе и великолепии. И все эти святые, которых Ты ожидаешь принять, выйдут вперед с восклицаниями славы, и те, кто надеется преобразятся во мгновение ока, и ангелы поднимут их и отнесут к стеклянному морю. Помоги нам верить в это, сделать это вечности и сделать это реальностью, так чтобы какие бы ветры доктринальные не дули, мы бы не пошатнулись. Помоги нам сделать нашу веру твердой, как камень, так чтобы мы могли устоять посреди штормов и испытаний, зная, что с нами в огне будут стоять сильные люди. Во имя Иисуса Христа мы молим. Аминь. Аминь. Иисуса Христа